Вопрос очень правильный, очень своевременный. Проблема у нас сегодня была заглубодневная с этими картами, с проездом. То, что, наконец, стоит обращение от жителей, жалобного родителей, кого-то пытаются высадить даже за неоплату, потому что карты не работают. Мы буквально, наверное, здесь провели совещание со нашими перевозчиками. Вопрос ведет по работе с министерством, с нашими учреждениями. Я думаю, что вопрос до конца месяца все-таки будет решен и технически, и выполнение по карту будет проходить, потому что этот переходный период, к сожалению, мы продолжаем. Я обращаюсь все время с церкви на трибуны к нашим перевозчикам. Я с ним встречался, когда я на краду, для того, чтобы они перестали усаживать наших детей. Этот вопрос мы подняли перед прокуратурой. Я также обращаюсь к прокуратуре по этому направлению и вписываю на юсму. Такое, что у вас запрос подготовлено по правомерным действиям наших перевозчиков. То есть люди не понимают, соответственно, будем с ним расстраивать в другом ракурсе. Именно касается перевозчиков. А понимаете, ситуация очень двоякая. Ликотник должен иметь устремлюборную карту. Они должны иметь карту. К сожалению, сегодня и жители нарушают закон. Они не предоставляют устремлюборную карту. Они просто предоставляют карту. Не все у нас галидаторы сегодня, к сожалению, работают. Где-то они еще не установлены до конца. Потому что компания, которая обязывалась в результате установки, если галидатор пока их не поставила. Это не вопрос ко мне, это вопрос к Минтрансу, если бы вы сказали более детально. И вот у меня сегодня будет совещание в Саратове, встреча будет и с Питами. Я стараюсь попасть к Минтранспорту для того, чтобы этот вопрос также нам подговорить. Что будет тогда с перевозчиками? Вот они целый месяц будут бесплатно возить льготников и им возместят в итоге? Да, это тоже будет вопрос к вам-то поговорить с перевозчиками. Министерство должно предоставлять им по среднему предыдущему месяцу. Соответственно, компенсировать, какой будет механизм, как это будет выделить компенсация, я не могу ответить, потому что принимают полномочек. Но такой вопрос они также поднимают. И вот на данном этапе мы увидим, что стороны Минтранспорта предлагают такое решение в рамках среднего по предыдущему месяцу, или по предыдущему кварталу, соответственно, как они работали для этого, выделить компенсацию.